Изучая историю, мы можем знать, что делает Бог на земле, и благодаря этому мы можем понять, кто мы, каково наше место, каково наше призвание, чем мы конкретно должны заниматься. Потому что мы знаем, что Ишуа однажды произнес такую фразу интересную, вижу Отца делающего, и я делаю. И поэтому мы можем в этом плане взять с него пример и сказать, что когда мы знаем, когда мы видим, что делает Господь на земле, мы можем быть активными участниками этих событий, а не пассивными. Мы знаем, что мир не знает, куда он катится, и его преследуют всякие страхи. Мы же, даже зная о том, что будут происходить еще более страшные события, чем сейчас происходят, мы этого не боимся, потому что мы являемся не пассивными участниками, а активными. То есть мы не жертвы, мы, можно сказать, в определенном смысле творцы истории, потому что мы прилепились к народу Божию, а через народ Божий он реализует свои замыслы. Значит, что можно сказать по поводу истории вообще? Значит, история – это то, через что Бог себя открывает. То есть мы знаем, что есть несколько путей, которыми Бог открывает себя. Значит, и эти пути – это, во-первых, природа, потому что вот апостол Павел в послании к римлянам говорит, что через рассматривание творений все, что можно знать о Боге, человечество может знать о Боге. То есть творение, оно говорит о Творце. Дальше. История. История – это то, что также говорит о Творце, потому что если мы будем изучать историю историю в контексте Писаний, то мы увидим, что все, что происходит в истории человечества, в истории любого народа, оно не случайно, оно закономерно, а стало быть, оно управляемо и управляемо Богом. Значит, также мы можем знать о Боге через откровение, которое Он дает нам о себе, то есть непосредственно через Библию. Значит, и поэтому для нас важно, поскольку нас в данный момент интересует, как мы можем участвовать в развитии человечества, значит, для нас важен этот момент, знание истории прошлого, настоящего и будущего человечества, которое Бог нам открывает в Писании. Значит, и есть два таких момента, которые выглядят вроде бы как противоречивы, но на самом деле они имеют место быть, они взаимосвязаны. Момент первый – ничто не происходит без воли Бога. Вы помните, Ишуа однажды сказал, что даже волос вашей головы не может упасть без воли Отца вашего Небесного. Значит, и второй момент – каждый человек рождается со свободой воли. То есть, каждому человеку Бог даровал право свободно выбирать, будет ли он участвовать в Божьих действиях на Земле, либо он отстранится и будет пытаться строить самостоятельную цивилизацию, самостоятельно будет пытаться строить свою жизнь. Значит, есть такое выражение, основанное на вот этих вот двух принципах – все предопределено, но свобода выбора остается. Я думаю, что с другими преподавателями вы этот вопрос уже как-то изучали, рассматривали. Значит, оно вроде бы кажется тоже нелогичным, но я вам скажу, что там, где Бог, там многие вещи нелогичны. Еще я могу сказать, вот когда-то я получил такое откровение, помните, в книге «Откровение» Ишуа говорит, «Я есть альфа и омега, первый, последний, начало и конец». Что он приводит? Он приводит противоположности. Начало и конец – это противоположные понятия. Альфа и омега – это первые и последние буквы алфавита. Соответственно, начало и конец. Он приводит противоположности. И он говорит, что я – это вот это вот все. То есть, в Ишуа мы видим, как несовместимые понятия совмещаются в одно целое. Мужчина и женщина – совершенно разные вроде бы существа, но Бог соединяет в одно неделимое целое. Израиль и уверовавшие из язычников – тоже несовместимые понятия совершенно, но Бог собирает в одно единое целое, объединяет нас. То есть, то, что нам может показаться где-то как-то не совсем нормальным, не совсем логичным. Если Бог говорит об этом, то Он знает, о чем говорит. Поэтому нам стоит немножечко со своей логикой в этих вопросах распрощаться и просто довериться Господу и делать так, как Он говорит. Значит, Бог открывает Себя поэтапно. Мы знаем, что в Эдемском саду произошла некоторая история, печальная для всех нас, потому что наши прародители Адам и Ева совершили поступок, о котором предупреждал Господь не совершать. С этого момента началась печальная история человечества. Значит, но прямо тогда же в Эдемском саду, в принципе, Господь дал первое откровение о том, что Он это обязательно исправит. Значит, и Бог постепенно начинает открывать себя в истории, потому что вот именно из Писания мы можем видеть ту Божью историю, которую Он творит для того, чтобы восстановить человечество в том статусе, который Он изначально определил для человека. Значит, и поэтому мы в процессе наших уроков мы рассмотрим вот эту вот цепочку откровений. Я думаю, что мы, может быть, даже более подробно будем изучать некоторые откровения, связанные с будущим храмом, с теми событиями, которые там будут происходить, для того, чтобы понять некоторые вещи. Значит, с чего хотелось бы начать. Для того, чтобы понять, о чем говорит нам Писание по поводу тех или иных событий, мы должны понять, что существуют некоторые принципы толкования тех или иных мест Писания. Значит, очень часто, к сожалению, приходится сталкиваться, ну, скажем так, с неправильным подходом к толкованию Писаний, в результате чего получается неправильное вроде бы как откровение. И люди движутся в этом направлении, которое получили, а результатов никаких не происходит. Значит, почему не происходит? Ну, потому что Бог, опять же, этот момент открыл когда-то в Писании. Если помните, есть в Торе заповедь, ну, предостерегающая, запрещающая, значит, смешивать в одной ткани два вида волокон, значит, засевать одно поле двумя видами, ну, разнородными растениями. Значит, запрещает смешивать разнородных животных. Почему? Значит, Дерек Принц дает такой интересный комментарий. Бог предотвращает нас от смешивания духов. То есть, если мы имеем Дух Господний, то мы Писание должны толковать Духом Господним и теми принципами, которые нам дает само Писание. И не надо выдумывать сверх этого чего-то еще. Потому что, как наглядная иллюстрация, мы можем увидеть, вот скажем, скрестить лошадь со слом, получится мул. Вроде бы что-то получается, но мул дальше размножаться не в состоянии. Он уже не плодоносен. Значит, и Писание вот через вот эти вот заповеди нам показывает, что если мы будем смешивать те откровения, которые дает нам Господь Духом Святым, с какими-то своими собственными измышлениями, то из этого может получиться какое-то откровение. Но откровение это не принесет того плода в нашей жизни, который ожидает Господь. Понимаете? Поэтому нам необходимо понять такой очень простой принцип. Писание толкует само себя. То есть в Писании мы можем найти ответ на любой вопрос практически, который нас интересует в самих Писаниях. Значит, для того, чтобы понимать, как это все делать, я хотел бы, чтобы мы несколько моментов записали. Момент первый. Мы верим в два существенных принципа в понимании Писания. Значит, ну как принципы, не совсем принципы. То есть вот два момента, которые формируют наше правильное понимание Писания. Во-первых, это Дух Святой. И во-вторых, это контекст Писания. Значит, и вот в отношении контекста можно сказать следующее, что значение контекста соответствует намерению и цели того, о чем хотел сообщить автор. То есть еще раз медленнее скажу. Значение текста соответствует намерению и цели того, о чем хотел сообщить автор. В отношении авторства мы знаем, что Писание записано людьми, но продиктовано это Духом Святым. Стало быть, у Писания существует, можно сказать так, два автора. Дух Святой, который хотел что-то нам сказать, и писатель, который записал это под водительством Духа Святого. И бывает такое, что сам Писатель даже не всегда понимает, о чем говорит Дух Святой. Потому что мы знаем, что в Новом Завете есть такое место, где говорится о том, что и пророки, которые изрекали пророчество Духом Святым, они сами исследовали эти пророчества для того, чтобы понять, на что и на какое время указывает Господь. В отношении автора как человека здесь мы должны понимать несколько моментов. первое, значит, кому писал сам автор, то есть кому адресовано послание. Момент второй, какими понятиями руководствовался вообще сам автор. Ну и третий пункт, что он вообще пытался сказать. То есть кому, кто и что. Потому что, когда мы разбираем тексты Нового Завета, я вам скажу, что последние два года только я увидел этот момент, значит, церковь, как правило, изучая тексты Нового Завета, она, все фразы, ну, всякое обращение считает, что оно обращено именно к уверовавшим из неевреев, потому что церковь в основном это уверовавшие из неевреев. Значит, но если мы начинаем внимательно читать, то мы можем удостовериться, что, ну, если в самих посланиях говорится, кому оно адресовано, стало быть, это немаловажно. Значит, как пример я могу привести, скажем, давайте откроем послание к эфесянам. Я просто покажу некоторые моменты, для того, чтобы было понятно, о чем вообще речь. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в эфесе святым и верным во Христе Иисусе, «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Значит, из этого стиха мы видим, что он адресует это святым и верным во Христе Иисусе. Значит, и здесь можно предположить, что он обращается одновременно и к евреям, и к неевреям. Значит, но вот момент интересный. Он адресует кому-то послание и вот говорит, «Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Значит, ну опять же, можно предположить, что это относится к евреям и к неевреям. Дальше читаем. «Благословен Бог и Отец Господа нашего». Ну то есть вот я сейчас просто буду читать и акцентировать, ну, выделять сами местоимения. «Благословен Бог и Отец Господа нашего и Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и соделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Вот тут вот момент первый появляется. Скажите, не евреи уповали на Христа? Стало быть, отсюда мы можем сделать первые предположения, что вот мы, нас, здесь идет речь о евреях. Но пока такого вывода однозначного делать мы не будем, мы читаем дальше. В Нем и Вы. Видите, здесь уже возникает не мы, а Вы. Кто же это Вы? «Услышав слово истины, благовествование вашего спасения». То есть мы уже спасены, теперь настало речь, время вас спасать. И уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего. И прежде говорилось о нашем наследии. «Для искупления удела Его, в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно...» То есть о вашей любви ко всем святым. Хотя послание к вам же и обращено было. Ну, в смысле... «Непрестанно благодарю за вас, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего, Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство наследия Его для святых. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив Одесную себя на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы и господства и всякого имени, именуемого не только в семь веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего главой Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Следующая глава. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания полноты и помыслов и были по природе чадами гнева, как и прочее, Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью выспасены. То есть обратите внимание, когда в Церкви читают вот этот вот стих, здесь нет разделения на нас и вас, но здесь интересный момент. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью выспасены. И воскресил с ним, посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью выспасены через веру и сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творения, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, вот здесь уже без всяких намеков, тут уже конкретно говорится о том, кому обращено это послание и от кого оно обращено. То есть Павел от лица евреев, которые приняли Ишуа как своего мессию, он обращается к уверовавшим из язычников. Значит, и он показывает некоторые различия между верующим евреем и верующим неевреем. Но различия эти на самом деле находятся все в прошлом. То есть он показывает, что перед Богом на данный момент те, кто веруя приняли Ишуа, разницы никакой. То есть дальше мы читать не будем, я просто это показал, прочитал для того, чтобы продемонстрировать, что при внимательном прочтении мы начинаем понимать некоторые вещи глубже. то есть Павел эти моменты, когда писал, он учитывал, то есть он знал, кому он пишет, он знал от кого, от чего лица он обращается, как еврей. И поэтому, когда мы будем изучать какие-то места писания, мы должны для себя точно так же выяснять. Я вам скажу, когда-то еще был, вот я был новообращенным, и Бог мне этот принцип открыл. Я не совсем понимал некоторые моменты, связанные с десятиной. И я задался целью изучить это. Все. Я взял Библию, я взял симфонию. Компьютера тогда не было у меня. Значит, я сел, помолился, говорю, Господь, я тебя прошу, покажи мне, пожалуйста, вот все места о десятине, что ты хотел сказать этому, кому ты обращался. Значит, и Дух Святой мне на тот момент проговорил, когда будешь читать места писания, я вообще думал сначала прочитать все, что связано с десятиной. А Дух Святой мне выдал четкий порядок. Сначала прочитай о том, кто такие священники. Потом прочитай о том, кто такие левиты. Потом прочитай все места о обязанностях священников и левитов. Потом прочитай о том, что полагалось священникам, что полагалось левитам. И только потом читай места о десятине. Но при всем при этом, он сказал, обращай внимание на то, к кому конкретно в этом месте я обращаюсь. Если я даю кому-то заповедь, я с этого человека или с этой группы буду спрашивать за исполнение этой заповеди. Всех остальных это не касается. То есть, понимаете, если Бог доверяет кому-то ответственность, он не будет спрашивать с меня. Если он доверил это мне, то он не будет спрашивать это с кого-то. Понимаете, я вам скажу, основные проблемы людей, вот в семье в частности, возникают по двум причинам. Причина первая. Человек не делает то, что он должен делать. И человек берет на себя то, чего он не должен был брать. Понимаете? Если Бог предназначил мне быть мужем, я не должен исполнять обязанности жены. Понятно. Если я начинаю брать на себя обязанности жены, ну, во-первых, я не смогу родить. Для начала. Самый простой момент. Я не смогу родить. Значит, и поэтому мы должны, ну, это самый такой простой наглядный пример. Поэтому мы всегда должны иметь понимание о том, где мы должны находиться по Божьему пониманию, где Бог нас видит. И какие на меня лично Бог возложил обязанности, чтобы я знал, что я должен делать. И даже если я вижу, что где-то что-то движется не так, как я планирую, были моменты, когда я так переживал за то, что в церкви идет что-то не так. А потом я прочитал, что Господь говорит, я создам церковь. Кто ее созидает? Господь. Неужели же Он переживает меньше меня? Неужели же это где-то как-то скрылось от Него, и Он этого не заметил? И я тогда понял, что я действительно должен знать, чем я должен заниматься, и заниматься своим делом. Если Господь не скажет обратить на это внимание, как, естественно, как человек небезразличный, я должен молиться о том, что по моему мнению идет не так. Это понятно. Потому что безразличие – это тоже грех, за который Бог наказывает. И мы тоже будем это разбирать впоследствии. Думаю, уделить некоторое время этому моменту. Поэтому очень важно в отношении толкования писания понимать, кто обращается, кому обращается, и очень важно понимать мышление тех людей, которые ведут диалог в этом писании. И вот как наглядный пример могу привести такое место писания. Это вот в отношении, скажем так, короче, помните, однажды к Ишуа подошел один из его учеников и сказал, «Господи, я последую за Тобою, но прежде позволь похоронить отца своего». Я вам скажу, многие годы я думал, что Ишуа не понимает, что он говорит. Говорит, предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов. Так извините, если сын не похоронит отца, кто его похоронит? Ну, как можно такие вещи говорить? Я не понимал, не догонял. Пока не прочитал, значит, один комментарий, который просто открыл, скажем так, некоторые, ну, скажем, культурные традиции еврейского народа того времени. То есть в соответствии с традициями того времени, если у кого-то умирал близкий родственник, этот человек, находясь в трауре, не должен был отлучаться от этого своего родственника до тех пор, пока его не похоронят. А поскольку это Израиль, страна жаркая, там долго не держали мертвеца, его хоронили как можно быстрее, удостоверивавшись, что он умер. А стало быть, этот юноша в соответствии с этой традицией, если бы его отец был мертв, то он должен был бы находиться рядом с отцом, и он не мог бы оказаться рядом с Ишуа. Значит, а раз так, раз этот юноша оказался рядом с Ишуа, то можно предположить, что юноша говорил немножко о другом. Я вам скажу, что даже вот в нашем обществе, в нашей культуре есть, скажем, выражение, отражающее то, что имел в виду этот юноша. То есть вот, скажем, человек хотел бы чем-то заняться, но у него есть престарелые родители. Значит, и родители, к примеру, имеют какое-то состояние, в наследство он вступит после их смерти. Значит, и этот человек молодой, он ухаживает за своими родителями, значит, и не предпринимает никаких действий в осуществлении своих планов до тех пор, пока родители не умрут. То есть, другими словами, юноша говорит, позволь мне досмотреть своих родителей, чтобы вступить в наследство, и когда у меня будет то состояние, которое мне достанется в наследство, я смогу большим послужить тебе. Понимаете? А Ишуа говорит, предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов. То есть, вот он, как мне кажется, вот этой фразой он показывает, что тот, кто уповает на богатство этого мира, на возможности этого мира, он не может следовать за Господом. За Господом можно следовать, только уповая на самого Господа. Понимаете? Значит, то есть, вот еще один момент, который показывает, что для того, чтобы понимать, о чем конкретно говорит то или иное местописание, помимо авторства, помимо адресата этого послания, необходимо еще понимать исторический и культурный контекст вот этой вот истории. Есть еще один немаловажный момент, связанный с пониманием тех местописания, которые мы разбираем. Значит, это язык, на котором говорили авторы и на котором писалось это послание. Поскольку вы изучаете здесь иврит каждый день, и вы уже наверняка сталкивались с такими моментами, что фраза, буквально переведенная с иврита на русский, она может быть лишена всякого смысла. Значит, и поэтому для того, чтобы понимать, о чем говорит то или иное местописание, желательно было бы все-таки хоть немножечко разбираться. Конечно, большей части верующих приходится довольствоваться теми переводами, которые существуют, но для тех, кто желает глубже изучать писание, я все-таки рекомендую по возможности ознакомиться хотя бы с грамматикой иврита и греческого, то есть языков, на которых написаны писания, потому что когда переводчики переводят, значит, переводы можно распределить по некой шкале. То есть существуют две крайности. При переводе с одного языка оно другое. То есть это касается не только писания, а вообще любого перевода. Значит, первая крайность – это когда переводчик пытается как можно точнее передать буквальное значение слова. Значит, а вторая крайность – когда переводчик пытается передать смысл целого предложения или вот целого эпизода. Понимаете? И это две крайности, и каждый переводчик, он вынужден балансировать между этими крайностями. Значит, вот в частности еврейский перевод Дэвида Штерна, у кого он есть, значит, там вот в предисловии Дэвид Штерн говорит об этом. И он говорит, что когда он делал вот этот еврейский перевод, он не руководствовался буквальным переводом, он скорее ударился в крайность смысловую. То есть он попытался передать в основном значение того, что написано в Новом Завете. Значит, а если мы будем смотреть синодальный перевод, я вам скажу, что сравнивая с еврейскими переводами, сравнивая с оригиналами, вот описание Ветхого Завета, Танах, бывает, ну, бывает по-разному. Бывает, что синодальный грешит очень сильно в отношении оригинала, а бывает такое, что синодальный намного точнее переводит тексты, чем, скажем, сделали это еврейские переводчики. Почему? Я могу объяснить. Здесь учитывается, скажем так, мышление. Ну, вот Юткевич был на прошлой неделе. Он говорил же вам о мировоззрении, да? Что такое мировоззрение? Ну, вы знаете, что такое мировоззрение. Значит, концепции, которые свойственны тому или иному мировоззрению. И в соответствии с мировоззрением, разные люди с разным мировоззрением могут дать разный перевод. Значит, учитывая то, что ортодоксальный иудаизм не признает мессианство Ишоа, все места писания практически, которые явно указывают на его мессианство пророчески, они настолько смазаны, чтобы этого видно не было. Значит, бывает так, что, ну, сознательно искажается перевод целенаправленно для того, чтобы вот этот вот момент просто смазать, чтобы не было видно человеку, читающему этот перевод. С другой стороны, синодальный перевод, мы знаем, он был написан в то время, когда церковь находилась на достаточно плотном, таком серьезном антисемитском основании. И смотрите, такие вот просто примеры. Как звали первого царя Израиля? Шауль. Как у нас все на дальнем переводе? Саул. Как звали самого маленького апостола? Шауль звали его. А как он у нас в Библии? Не, ну, Савл. То есть, смотрите, одно и то же имя Шауль в Ветхом Завете, оно у нас Саул, в Новом Завете оно у нас Савл. Как звали сестру Моисея? Мириам. А как звали мать Ишо? Мария. Тоже Мария, да? Мириам. Разве мать Ишо в синодальном Марии? Ой, сестра Моисея, Мириам. То есть, одно и то же имя. Там оно Мириам, еврейское имя. А тут оно уже, ну, далеко не еврейское. Наше родное, да, Боря? То есть, видите, даже вот на таком вот простом примере можно увидеть, что люди, делавшие перевод, они все-таки были в определенных моментах предвзяты. И поэтому, когда мы изучаем Писание, когда мы изучаем какие-то пророчества, то нам все-таки желательно обратиться к тому варианту, который является ближе к оригиналу. То есть, если это Писание Ветхого Завета, то нам лучше обращаться к первоисточнику на еврите. И я вам скажу, до того момента, как я начал изучать еврит, я пользовался номерами Стронга. Ну, у кого есть компьютеры, есть программы, цитаты из Библии, там есть очень классная полезная функция. Номера Стронга. Возле каждого слова стоит цифра, на нее щелкаешь, и открывается слово, которое использовано в оригинале. Даже при том, что я не мог его прочитать, я, по крайней мере, видел все возможные, ну, не все, но основные возможные варианты перевода этого слова. И тогда я уже, зная вот эти переводы, я уже мог скомбинировать и посмотреть, а есть ли возможность как-то перевести это по-другому. Так, чтобы смысл именно стал яснее. И мне это очень помогало. И с греческим, соответственно. Значит, когда я стал изучать еврит, я вам скажу, что уже намного глубже это все начало открываться, потому что, немножечко узнав грамматику еврита, я стал, ну, скажем, появилась возможность еще глубже понять значение тех или иных слов, увидеть взаимосвязь некоторых выражений между собой, и писание стало еще более многогранным, чем вот просто один перевод на русский язык. Значит, поэтому, значит, вы первый пункт записали, значит, ну, то есть вот первое правило толкования, значит, значение текста соответствует намерению и цели того, о чем хотел сообщить автор. И там есть такие моменты. Важно, кому адресовано было послание, значит, кто его писал, значит, какой образ мысли был в то время у того, кто писал и кто получал это послание, значит, и, соответственно, в какой культуре они жили, значит, и какое мировоззрение у них было. Значит, по поводу, значит, грамматики мы уже сказали. Еще такой важный момент. Вот в мессианском иудаизме мы говорим о важности еврейского контекста. То есть, учитывая то, что писания были написаны евреями, в основном для евреев, значит, и для неевреев, которые присоединились к еврейскому народу, то есть, мы понимаем, что для нас очень важно все-таки понимать еврейский контекст, для нас очень важно понимать еврейское мышление, для того, чтобы лучше все это понять. Значит, еще один важный момент такой. Значит, я тут в книге Дэна Джастера прочитал, значит, он просто тоже когда-то здесь давал вот эту вот тему. Я когда готовился, значит, хочу просто зачитать один фрагмент. Важное примечание в отношении эсхатологии в том, что существует много материалов, истолковывающих тексты писаний неправильно, когда люди находят в тексте то, чего не подразумевал автор. И при всем при этом я вам скажу, что вот эти моменты, они иногда могут быть правильными в каком смысле. Он просто приводит пару примеров. Значит, вот говорит, святой дух может использовать возможность чтения вами текста, и он может сказать вам почти все, что угодно, но это не является значением текста. Просто дух святой говорит что-то лично мне. То есть, скажем так, вы знаете, что такое ассоциативное мышление? И читая описание, Бог зная очень хорошо нас, Он может использовать наше ассоциативное мышление для того, чтобы дать что-то, о чем в принципе прямой текст не говорит. И вот Дэн приводит такой пример интересный, мне вам понравился. Он пишет, когда мне было 17 лет, я хотел пойти учиться в колледж, и пошел в два колледжа. Вначале я пошел в очень маленький, не очень известный колледж, а затем перевелся в более известный колледж. Поэтому спустя неделю я окончил колледж, колледж в штате Линойс, который очень известен в Северной Америке. Затем была евангельская школа, в которой учился Билли Грэм и глава палаты представителей в Конгрессе Деннис Хастард. Также являлся ее выпускником. Но я не начал свои годы учебы в том колледже. То есть был простой колледж, был крутой колледж. Значит, и он начал в одном, закончил в другом. Я начал учебу в Кингс колледж и молился о том, куда мне следует идти учиться дальше. Было три колледжа, которые представляли для меня интерес. Однажды я читал книгу судей и прочитал об одном из колен Израиля, колене Дана, о том, как 600 человек из племени Дана пошли завоевывать территории. Эта территория находилась на гористой местности, и я почувствовал, что это был ответ для меня. Бог проговорил ко мне. Я подумал, что теперь я знаю, в каком колледже я буду учиться. Так как тот колледж находился на высокой гористой местности, в нем училось 600 студентов, и в Библии говорилось о 600 из колена Дана. Теперь вы понимаете, меня зовут Дан, 600 человек, гористая местность. Другие колледжи находились на равнине, и там не было 600 студентов. Однако было бы глупо полагать, что книга судей была написана только для меня, и что значение этого отрывка в контексте о том, только что я должен пойти в колледж. Вместо этого мы должны основывать доктрину на основании значения намерения автора. Иногда люди думают, что они так делают, и в таком отношении существует несколько некорректных моментов. Если посмотреть на контекст, то, во-первых, числа в апокалиптической литературе не предназначены для такого расчета. Это неправильное столкование символического использования чисел в этой литературе. Контекст вызывает у нас сомнение в том, что такая интерпретация основана. Вот еще один пример. Люди говорят, что мы не можем знать ни дня, ни часа. Помните, Ешуа говорил, вы не можете не знать ни дня, ни часа. И вот интерпретация некоторых людей. Мы не можем знать ни дня, ни часа, но мы можем знать год. Он же не говорил, что вы не можете знать года. Поэтому люди делают вывод, что дня, часа знать не можем, год знать можем. Но контекст говорит нам о том, что день и час – это термины более широкого плана. Мы не должны вычислять время возвращения Господа, но мы знаем, что время близко. В Библии содержатся определенные ключи, которые открывают нам знание того, что время возвращения Ешуа близко. Когда возвратится Ешуа? Тогда, когда Евангелие будет проповедано во всем мире, когда Церковь будет в единстве по всему миру, и когда Израиль возревнует так, чтобы открыться и принять Ешуа как своего Господа. Это не вопрос вычисления, но вопрос выполнения нами обязательств в этом веке. И только Бог знает, когда мы исполним эти обязательства. Ну, то есть понятно, что, значит, если мы будем особый акцент делать на буквальности того, что написано, то мы также можем уйти в некоторые заблуждения. Хотя иногда, скажем, этот подход он дает очень интересные для нас откровения.